Добрый день! Ситуация в зоне ответственности народной милиции Луганской Народной Республики продолжает оставаться напряженной и имеет тенденцию к обострению. За прошедшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново, Калиновка, Лозовое, Лобвиново, Первомайск и район памятника князю Игорю. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 210 снарядов мин и гранат. Также после ночных обстрелов вооруженными силами Украины населенных пунктов Калиново и Первомайск имеются разрушение гражданской инфраструктуры и жилых домов. В городе Первомайск в двух местах перебита линия электропередач 6 кВт, а в Калиново по семи адресам пострадали жилые дома и хозпостройки. Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии боевого соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой АТО. Отмечается подвоз материальных средств на позиции временно опорных пунктов 87-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Станица Луганская. Это автомобильной техники, три единицы и один автокран. В районе населенного пункта Орехово на позиции 13-й батальона 58-й бригады прибыло две единицы автомобильной техники. 15-й батальон 58-й бригады в районе населенного пункта Крымская отмечено прибытие трех единиц автомобильной техники. Подразделения вооруженных сил Украины по-прежнему продолжают нести небоевые потери в зоне проведения так называемой АТО. Так, из-за низкой профессиональной подготовки медицинского персонала, находящихся в зоне АТО, из-за неправильности наложения жгута от потери крови скончался военнослужащий 25-го батальона 54-й бригады в районе Луганская. В свою очередь, Народная милиция Луганской Народной Республики, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских силовиков, не поддается на провокации вооруженных сил Украины и соблюдает взятые на себя обязательства. Но в случае грубых нарушений с украинской стороны взятых на себя обязательств, мы оставляем за собой право на ответные действия. Спасибо.